Уникальные места в Крыму, которые буквально дышат историей, сегодня показал Владимир Путин, Сильве Берлускони. Они побывали в Бахчисарае и Херсонесе, увидели ханский дворец и развалины древней крепости. Но на фоне этих мест говорили не только об истории, но и о политике. Российский президент ответил на вопросы журналистов, и главное, что их интересовала ситуация на Украине. Из Крыма репортаж нашего собственного корреспондента Виталия Катченко. Неподалеку от Севастополя, там, где по преданию в 988 году креститель Руси князь Владимир принял православие, вскоре может появиться первый в мире центр христианства. Идею уникального проекта президент Владимир Путин обсудил с бывшим премьером Италии Сильвио Берлускони. В ходе посещения Херсонеса, основанным греками еще в 5 веке до нашей эры, в Корсуне, как называли его русские, молился апостол Андрей Первозванный. В конце 19 века на месте купели был построен Свято-Владимирский собор. В Херсонесе Владимир Путин ответил на вопросы прессы. Вопросы касались многих тем, в том числе и ситуации на юго-востоке Украины. Мы с душой и сердцем с Донбассом, но, к сожалению, такие вопросы на улице не решаются. Это серьезный вопрос, который касается судеб всей России и людей, которые в Донбассе проживают. Что касается исполнения минских соглашений, то альтернативы никакой другой успокоения и примирения найти территорию, на мой взгляд, нет. И самое главное, что нужно сделать, это нужно установить прямой контакт между киевскими властями, властями Донецкой и Луганской республик, с тем, чтобы реализовать минские соглашения. А там, напомню, прямо написано, и изменения в конституции, и закон о местных выборах должны быть приняты по согласованию с Донбассом. Такого согласования не проводится. Это ключевая проблема. Владимир Путин заявил, что на Украине должен быть принят закон, амнистирующий участников ополчения на Востоке. А самопровозглашенным республикам предоставлен особый статус. В Киеве заговорили о новых сроках выполнения минских договоренностей. В принципе, можно подумать о каких-то переносах, но сроках. Но лучше стремиться к тому, чего мы добились, к тому, что в Минске. Стремиться к тому, чтобы все было исполнено в срок. Ну и отрадно, конечно, это, наверное, сегодня самое главное, что прекращены обстрелы со стороны вооруженных сил и так называемых добровольческих батальонов Украины по Донбассу. Удары не наносится сегодня. Думаю, что это сегодня самое главное достижение. После встречи с представителями итальянской общины накануне в Ялте Владимир Путин внес изменения в указ о реабилитации народов, депортированных из Крыма. Я обещал, что мы это поправим. И хочу проинформировать нашего друга, что сегодня с утра я уже подписал изменения в этот указ, где сказано о реабилитации итальянской диаспоры, итальянцы, которые здесь поживут. В ходе посещения заповедника президент пообщался с собравшимися севастопольцами и туристами. Привет. Тесные связи Крыма с Италией установлены еще во времена Баспорского царства, когда Рим отправил сюда свои войска для борьбы со скифами. В Средневековье генуэзцы строят на полуострове сразу несколько мощных укреплений. В Салдае, современном судаке, кафе нынешней Феодосии и здесь, в Балаклаве. Вон крепость на горе с выступающими зубцами. До сих пор носит итальянское название Чембала, что в переводе означает «клавесин». В многонациональном Крыму настоящий восток можно увидеть в Бахчисарае. Владимир Путин вместе с Сильвией Берлускони также посетили Ханский дворец. В 1787 году здесь останавливалась Екатерина Великая и была буквально поражена убранством имения. Диванный зал, где заседал Государственный совет Крымского ханства, с выходом к Вантану слез, воспетым Александром Пушкиным. По легенде, поэт оставил здесь две розы, красную и белую, срезанные в парке перед корпусом гарема. Сильвио Берлускони рассказали, что главные ворота в дворец раньше украшал резной портал, авторство итальянского архитектора. Он сохранился до сих пор, но его, похоже, больше удивила ханская мечеть и шелковичное дерево, возраст которого, по разным оценкам, составляет от 300 до 500 лет. На выезде из дворца президентский кортеж встретили жители Бахчисарая. Президент вышел из автомобиля и несколько минут пообщался с крымчанами. Виталий Каченко, Сергей Титенко, Павел Силин и Павел Рудаков. Первый канал. Крым.